Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Ну вот наша последняя в этом году встреча. Тему нашего разговора вы видите. И вот я бы хотела, прежде чем мы двинемся дальше, вот на минутку задержать ваше внимание, прямо вот конкретно на этих словах. Разбота по развитию речи. Вот прежде всего, на секунду буквально задумайтесь, о чего вы ждёте, про что вы хотели бы, чтобы вот дальше мы сказали. Понимаете, тут очень непростая ситуация. Обычно, когда учитель произносит слова «работа по развитию речи», ну вот так, отдать себе отчёт, что в сознании сразу же выплывает. Ну, скорее всего, какая лексическая работа, и, главным образом, какие изложения, сочинения, как их проводить и прочее. Конечно, это всё имеет место быть. Но нам бы хотелось повести разговор немножко и поглубже, и пошире. Потому что в русле вот таких общих подходов к организации работы предмет «русский язык» и, в частности, работа по развитию речи, ну, занимает особое место. Поэтому не просто об изложениях и сочинениях, естественно, пойдёт речь. А вот, как я уже сказала, чуть глубже и чуть шире. Давайте попробуем поразмышлять. Вы уже все, я думаю, что, наверное, большинство из вас нас слушает не впервые и уже понимаете, о каких учебниках идёт речь. Просто вот напоминаем и облик наших учебников, и мы, вот, Соловейчик Марина Сергеевна и Надежда Сергеевна Кузьменко. Вот о реализации работы именно в этих учебниках мы и поведём разговор. Так вот, в чём чуть глубже и чуть шире? Основной тезис, вот вы видите, напечатанным. Ведь в стандартах и в прошлох, и в тех, которые нас, ну, где-то в обозримое время ожидают, большое внимание уделяется вот этим метапредметным умениям. И среди них важное место занимают, вот красным, выделены универсальные коммуникативные действия, которые включают умение общаться, участвовать в совместной деятельности. Так раскрывает их содержание стандарты. Так вот, предмет «Русский язык» для решения этой задачи, конечно, очень важен. Ну, а наш учебник особенно, потому что он по-своему особым образом построен. Значит, мы активно включаемся в формирование вот этих коммуникативных действий. Почему? На самых первых наших лекциях мы уже упоминали, что одна из ведущих особенностей наших учебников – это его коммуникативная направленность. Почему? В чём это выражается? Я не буду раскрывать полностью, в чём выражается вот эта направленность на формирование коммуникативных действий. Просто это заняло много времени. Вот для тех, кто хочет, пожалуйста, вот мы вам привели странички методических рекомендаций, где просто перечислены некоторые штрихи, в чём проявляется в построении курса, в расстановке акцентов. Вот направленность на формирование коммуникативных действий. Я дальше попробую говорить о существе дела, о самом главном, что касается именно русского языка. Вдумайтесь в само название. Предмет – русский язык. Ну вот не случайно предложен вам вопрос, а что такое язык? Так, в принципе, каждый сам по себе это знает. Язык – это средство общения людей. Вот не торопитесь и на этих словах остановитесь. Средство общения людей. И на секундочку вспомните, как обычно был построен, да и сегодня в большинстве случаев, наш курс русского языка. Мы изучаем состав слова, фонетику, синтаксис, морфологию, как изменяются существительные, как прилагательные, как то, другое, третье. Бежим, бежим, бежим по изучению системы языка. Да, время от времени останавливаемся для того, чтобы провести работу по развитию речи. Вот соответствуем ли мы при таком подходе самому факту, что язык – это средство общения? Ну вот вы видите наш ответ на этот вопрос. Что значит в школе надо не только изучать само средство общения, что мы всю жизнь делали, делаем и, конечно, должны делать, но и учить самому общение на этом языке. Вот это, как правило, уходило из поля зрения. Очень помогли уже прошлые стандарты, где была высвечена вот эта коммуникативная направленность. Так вот, конечно, предмет русский язык, а если ему ещё и придать эту коммуникативную направленность, он будет направлять всю работу по обучению детей общению, умению пользоваться языком в процессе общения. Конечно, здесь русский язык работает наряду со всеми другими предметами. Но просто у русского языка гораздо больше возможностей, чем у любых других предметов, поэтому об этом вот и специальный разговор. Итак, вот первое, с чего мы начинаем, так вот давайте прежде всего отдадим себе отчёт, просто ли к изложениям и к сочинениям сводится работа по развитию речи. Вот почему прежде всего перечисляем основные направления речевой работы. И на первое место мы ставим именно то, что касается коммуникации, обучения культуре речевого поведения в различных ситуациях. Я ещё раз подчёркиваю, эта линия работы должна присутствовать на всех уроках, потому что дети общаются на всех уроках. Но русский язык здесь просто может задавать тон и может показывать образец, как строить это общение. Вот подробнее об этом сейчас немножко поговорим. Но это одна линия обучения. Вторая линия обучения – любое общение. В нём прежде всего есть содержание. Значит, вторая линия – это обучение организации. Содержание высказывания. Вот ключевое слово – содержание. А это что значит? Это значит обучение построению предложений и текстов. И третья линия – это обучение оформлению этого содержания, то есть формирование культуры речи. Обучение, собственно, пользованию средствами языка. Ну вот это напрямую то, чем занимается наш предмет. Иначе говоря, вот здесь дана расшифровка. Формирование культуры речи – это формирование правильности, точности, богатства и выразительности речи. Значит ли это, что такого нет на других уроках? Ну, конечно, нет. Конечно, это должно быть и на других уроках. Обучение пользованию терминологией, математической терминологией, любой другой. Обучение правильному построению на уроках технологии, как описывать какие-то действия, которые мы совершаем. Всё это будет присутствовать и на других уроках. Но у русского языка здесь особая роль. Магистральная линия составляет именно работа над содержанием и языковыми средствами. Значит, вот те три направления работы, о которых мы хотим сказать. Итак, начинаем с первого направления. Ну вот я хочу добавить, просто на уроке русского языка дети узнают какие-то правила использования в речи тех или иных средств языка. А учителя в математике и окружающем мире и других предметах просто должны подхватить это, и это общение будет тогда целенаправленным и иметь больше эффекта. Вот здесь о некоторых моментах хочется сказать. Обратите внимание, в наших методических рекомендациях коротко, но обо всём об этом говорится. Так вот, обучение культуре вещевого поведения в различных ситуациях. Ещё раз подчёркиваю, это касается всех предметов. Но русский язык, ну, локомотив своего рода. Здесь мы задаём тонну организации этой работы. Какие же конкретно реальные средства мы, автора ведь мало, декларировать, какие реальные средства мы для этого применяем? Вам показываем, просто чтобы не осталось у вас это незамеченным, чтобы вы обратили на это внимание и так или иначе как-то тоже расставляли акценты. Ну вот первое. Во-первых, мы так построили учебник, что организуется общение авторов с ребёнком через печатный текст. Я с удовольствием каждый раз вспоминаю, и не первый раз про это говорю, когда мы только делали ещё первый наш класс, Надежда Сергеевна кому-то из малышей, из внуков своих, дала поработать с нашим учебником, тогда ещё в ксероксных листах. И вот я помню этот диалог, когда Надежда Сергеевна спрашивает, «Тебе нравится?» «Да, а чем тебе нравится?» И блестящий совершенно ответ ребёнка, «А он со мной разговаривает». Вот для меня это была высочайшая оценка, и то, что ребёнок сумел почувствовать, что мы не просто ему вдалбливаем какие-то истины, а мы с ним разговариваем. Вот обратите на это внимание. Причём не просто разговариваем, а уже потом, попозже. Он не просто выполняет инструкции, которые написаны «Спеши, сделай то-то», а он каждый раз понимает, зачем ему это надо. Ему, не мне как автору, а мы с ним рассуждаем и приходим к выводу. Вот почему так важно пользоваться правилами речи, чтобы нас понимали, и чтобы мы понимали других. Это своего рода образец такого вот взаимного общения. Ну вот вам несколько примеров такого. Во-первых, не случайно это не украшение учебника, наши письма, обращённые к ребёнку в начале каждого класса и в конце года. Да, это наше общение. Ну вот мы... Да, и поздравлений с Новым годом, и с каникулами, и радость от того, что впереди каникулы, и как там их можно проводить и так далее. Довольно часто... Ну вот мы сюда не вынесли, нельзя всё показать, но вы обратите внимание. Вот рамки наши, розовая и голубая. Сообщаем важные сведения. Это не декларация, выучи, запомни. Да, мы сообщаем тебе важные сведения. Наша помощь, это наша адресная, вот мы чувствуем, что тебе, может быть, нужна наша помощь, мы её оказываем. Довольно часто задания, которые прямо так и написано, там прочитает. Ты с нами согласен? Вот этот диалог с авторами, собственно говоря, так и должна идти чтение любой книжки, ведь это всегда диалог с автором. Вот мы пытались это сделать через учебник. Казалось бы, это некоторая вспомогательная вещь, да, но это тоже задаёт тональность общения. Общение можно на секундочку? С уроков просто информация такая, с уроков, когда с детьми так работаешь, что дети говорят, сами говорят, автор хотел, чтобы мы вот то-то, то-то, то-то поняли или сделали, а вот автор нас предупредил о том-то, о том-то, о том-то. То есть вот они видят уже за этими словами именно собеседника и общаются на равных, я бы сказала. Вот это очень существенно. И это существенно, и поскольку это все четыре года продолжается, то это закладывается, а если учитель это поддерживает, то это приносит свои плоды. Второе, что для организации общения вот через печатный текст сделано, это введённые наши персонажи. Ведь это не развлечение. Это не просто, чтобы веселее и смешнее и так далее было. Это персонажи, с помощью которых ребёнок учат, учатся тоже общаться. Значит, младший Антон, которому все любят друг другу, другого учить. Ну так вот и наш даже первоклассник, он любит другого учить, и он утверждается в каких-то собственных знаниях. Вот он что-то объясняет. А кроме того, он отвечает на вопросы. Вот это понимать позицию другого очень существенно. Мальчик-иностранец, у которого нет в русском языке тех особенностей, которые есть у нас. Поэтому ему многие вещи даются трудно. Он не понимает, поэтому у него ошибки. Так вот то, что сегодня всё время произносится о формировании толерантности, вот мы начинаем-то закладывать, вводя этот персонаж. Он не потому, что он не дурнее нас, но у него нет такого в языке. И вот встать в позицию другого. И не просто... Просто обратите внимание, когда вы начинаете урок, скажем, повторение того, что было в предыдущий день. Господи, как часто звучит эта фраза. Скажите мне... Ну вот когда мы работали в институте, у меня уже студенты, сказавши такую фразу, вздрагивали, потому что знали, что я потом над этим буду иронизировать. Что значит, скажите мне, во-первых, остальным выйти? Одна реакция. Вторая, что, сама, что ли, не знаешь? Почему надо говорить тебе, что вчера вот было? Поэтому не скажите мне. Поэтому каждый раз создаётся ситуация, под которую ребёнок и выстраивает своё рассуждение. Кто-то проболел, кто-то пропустил. Вот Вася вчера не было на уроке. Давайте попробуем, поможем вот Васе там понять, что расскажите ему. Когда-то подставляются персонажи, когда-то ещё какая-то ситуация создаётся. Урок должен быть органичным общением на тему русского языка. Мы перестаём про это думать. И мы часто очень механически движемся. Да, положено проверить домашнее задание, поэтому скажите мне. Потом надо вот сделать ещё там по плану то-то, 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 а теперь перейти к новой теме. Нет. Урок, как в своё время Скаткин Михаил Николаевич говорил, это педагогическое произведение. Он должен жить. И ребёнок должен жить в этом пространстве. А для этого ему и надо создавать условия. Вот всё, что мы можем, мы делаем это даже через печатный текст. Вот вы видите ещё два значка. Расскажи дома. Да, я понимаю, что далеко не всегда удаётся, но те учителя, кому удаётся организовать этот контакт с родителями, ведь что родители спрашивают, когда ребёнок пришёл из школы? Чё получил? Ну, это же дело десятое. Сегодня получил так, а завтра получил по-другому. А вот если он с первого дня будет привыкать и спрашивать о том, что было интересного, и будет включаться в то, что «расскажи и мне, меня так не учили», то вот как много мы знаем примеров от учителей, ну, через учителей к нам приходящих, что совершенно меняется отношение к атмосфере вокруг уроков русского языка. Дети начинают что-то рассказывать дома. Это становится темой для разговоров. Я помню, на какой-то из встреч мне одна мама сказала, «Господи, это ж кто бы мог подумать, что мы по воскресеньям за завтраком будем обсуждать, что там интересного в русском языке». Но ведь это прекрасно, вот это оно и есть тот самый, ну, что называется, высший пилотаж в постановке обучения русскому языку. Важно по возможности использовать всё это. И тогда, ведь не изложениями и сочинениями мы учим детей общаться. Мы учим их общаться каждым шагом в нашей работе. Вот мы через учебник очень много возможностей для такой работы закладываем. И если вы проникнетесь этим, то дальше вы найдёте и ещё большие возможности для обучения детей. И тогда вот эти требования стандартов о формировании коммуникативных умений, умения общаться, умения здороваться, прощаться и прочее, прочее, вести себя в разных ситуациях, они станут органической частью всего процесса обучения. Ну да, Марина Сергеевна, вот Вы сказали о родителях, что совершенно становится другое общение. Но и учителя подчёркивают, которые работают по нашим учебникам, что и настолько стало понятно, зачем изучать части речи, потому что они используются нами при общении с другим человеком. Поэтому здесь каждый раз ребёнок понимает, какая часть речи ему помогла выразить то или иное значение. Даже учителя подчёркивают это, которые начинают работать по нашему учебнику. Потому что раньше этот акцент не был таким ярким. Положено выучить, положено знать, отчитаться и так далее. А то, что язык – это средство общения, и поэтому мы и учимся всему, и изучаем все разные вопросы именно для того, чтобы лучше общаться и так далее. Ну вот, в чём ещё проявляется внимание к тому, что в разных ситуациях мы общаемся по-разному. И средствами языка, и всем надо общаться по-разному. Ну вот мы сюда вам вынесли всего два штриха вот таких, значит, с обучения грамоти. Сейчас вот на следующих страничках чуть-чуть покажем. Появляются вот эти значки – учёный и художник. Можно по-деловому сообщать, а тогда никого не интересуют твои эмоции и чувства. А можно словами рисовать. Опять же, почему это актуально? Ну, поскольку в голове у каждого учителя сидит, как проводить сочинения, изложения и так далее, да вспомните вы, пожалуйста, идёте вы с детьми на экскурсию. Ведь, как правило, эта экскурсия преследует задачи и окружающего мира, и развития речи. И вот начинается. Походили, поохали-поахали, как красиво, листики пособирали или всё посмотрели, а потом мы говорим, а теперь поизучаем, а глубина снежного покрова, а на что, какие почки, что там продвил. А в результате мы получаем сочинение. Вчера мы всем классом ходили на экскурсию. Глубина снежного покрова такая-то, ах, как красиво и прочее. Свалили винегрет, всё, совершенно из разных областей, так в речи не бывает в реальной жизни. Поэтому чему учим? Да ничему. Вот это очень существенные детали. И поэтому у нас, вот дальше мы пролистаем и покажем, если мы создаём высказывания, сочинения, то они всегда, либо они такие, либо они другие. И подход будет разным. Вот вам пример махонький из четвёртого класса. Это мы прямо берём строчку из учебников Ольги Тихоной Поглазовой про то, как прорастает семя. А ребятам предлагаем на выбор, это уже четвёртый класс. Хочешь, расскажи об этом как учёный, только соблюдая все требования тогда. А хочешь, сочини сказку. Вот это два разных подхода. И не надо их смешивать в кучу. Вот наши некоторые намётки того, что предлагает учебник для обучения культуре речевого поведения в различных ситуациях. Ну и теперь несколько штрихов. Ну и, соответственно, ребёнок сознательно будет выбирать средства. Средства языка для делового высказывания, для художественного. Конечно. И этому мы дальше специально и учим. И даже вот на этих персонажах, дошкольника и иностранца, он по-разному будет рассказывать дошкольнику и иностранцу об одном и том же. То есть каждый раз, думая о собеседнике, выбирая те средства, которые будут ему понятны. Это накопление опыта грамотного построения с учётом собеседника. Вот сейчас дальше будем говорить об этом. Ну вот, несколько коротко, очень несколько штрихов из периода обучения грамоте. Ну вот в период обучения грамоте, буквально на 14-й страничке букваря, вы видите такие картиночки, когда дети обсуждают разные ситуации, как нужно говорить в разных ситуациях. И делают вывод, что хорошая речь, прежде всего, понятная и вежливая, с учётом собеседника. Разыгрываются разные ситуации, тебе было бы приятно, если бы к тебе вот так обратились, а тебе? А правильно ли поступил мальчик вот на 15-й страничке, когда уронил тетрадь и пробежал мимо? Что говорят при этом на верхней страничке дети, передавая друг другу в столовый сок и так далее? То есть вот таким образом они делают вывод на основе наблюдения за картинками и исходя из своих жизненного опыта, вывод, что хорошая речь – это понятная и вежливая. Но прежде всего здесь ещё идёт работа над понятием речь. Всегда это первые темы в период обучения грамоте. И здесь очень важно показать ребёнку, что речь – это всегда имеет в виду нескольких собеседников. Один слушающий, другой говорящий. У говорящий всегда один, а слушающих может быть один или несколько, как это происходит в классе. Замечу от себя, что это схемка речи, когда они её озвучивают, что вот один говорит, другие слушают. У него только открытый ротик, и у этих закрытый ротик именно они слушают, а этот говорит. Она помогает организовать ещё и дисциплину на уроке. Когда мы знаем, что в первом классе дети начинают выкрикивать, не могут эмоции свои сдержать, хотят ответить на вопрос. Достаточно показать указочкой на эту схемку, когда ребёнок сразу приходит в чувство, поднимает руку уже не выкрикивая, понимает, что иначе мы не услышим друг друга. Здесь много разных советов даётся в методичке, и все советы и эксперименты описаны в методичке. И даже есть, по-моему, следующий слайд у нас нет, есть ещё слайд, но он попозже будет, в электронных сопровождениях, как это всё происходит. Когда учительница на электронном сопровождении показывает, один говорит, другие тоже говорят, получилось или не получилось. Ну а на уроке, если вы можете любую организовать работу, предложите им сказать, как зовут их при знакомстве. Это же первые сентябрьские дни. И тогда, естественно, возникает ситуация, что ничего не поняли, значит, нужно обязательно, когда, чтобы услышать, нужно говорить одному, остальные должны слушать. Здесь же в методичке подсказано, что обязательно задавать ещё такие вопросы. А тебе было приятно, как тебя слушали? А когда ты говорил, тебя поняли? То есть вот две стороны медали, что называется, они в центре внимания. Точно так же коммуникативное, это всё коммуникативное, да, общение, правила в устной речи. Но также нужно и правильно, хорошо писать. И прежде всего писать письменную речь, и наблюдает учитель, когда получает тетрадочки. Так вот, письменная речь – это уважение к собеседнику, которому ты передаёшь свою тетрадочку, прежде всего к учителю. Поэтому, если ты напишешь непонятно, то будет непонятно, что написал. Если напишешь неаккуратно, то это неуважение проявишь. Поэтому вот мы здесь на этом слайде прямо подчёркиваем, для чего же нужно разборчиво и красиво писать, чтобы тебя хорошо понимали, и аккуратно надо писать для того, чтобы вежливое отношение показать. Вот, кстати, этот поворот часто не приходит в голову у учителя. Ну, положено, ну, требует писать. А зачем писать грамотно? А зачем писать аккуратно? А зачем? А вот в основе здесь всего лежит коммуникация. И это не только детям, но часто и учителям не приходит в голову. А стоит вот так повернуть, то сейчас же становится, постарайтесь так писать, чтобы мне было жалко выпустить вашу тетрадку из рук, а не хотелось быстрее её отложить. Так что это вот коммуникативный поворот, он помогает. Одна учительница говорит, что я пришла в класс и говорю, вот, Саша, я твою тетрадь положила в конец стопки, потому что я заглянула в неё, и мне не захотелось читать, что там написано было так, неаккуратно написано. Но, естественно, этот Саша на следующий урок постарался написать поаккуратнее, потому что не хочется быть последней. Понимаете, вот это ведь соединение, вот то самое обучение с воспитанием, не надо никакого занудства. Но это обучение и воспитание, пронизывающее друг друга. Идём дальше. Ну, вот это те у нас условные значки, о которых Марина Сергеевна уже упомянула. Это художник и учёный. И вот здесь, выбирая умеющие дети читать, читают фразы, а дети другие читают. Кто бы мог сказать эту фразу, кто бы мог сказать это предложение. То есть вот таким образом начинаем мы работать об одном и том же по-разному, выбирая средства языка. Поэтому можно рассказать, вот здесь ещё даётся даже три предложения, для того, чтобы не было просто один другой, один другой. Вот постелила осень разноцветный ковёр, осенние листья бывают разных цветов, плывут по воде цветные кораблики. Кому может принадлежать одно предложение, другое, третье? Это развитие интуиции, чувства. Да, это ещё и развитие интуиции. Вот так начинают работать у нас эти условные значки. И постепенно эти фигурки сопровождают учебник до конца четвёртого. Причём они уже потом говорят, что здесь надо сказать точно сообщая, потому что мы видим значок от учёного. Здесь нужно нарисовать словами. И вот подтверждение этого мы видим в следующей страничке из букваря. Вот учёные нас спросят рассказать точно всё, что ты знаешь о звуках. Звуки бывают такие, такие и другие, такие. Вот опираясь на схему, на модельную схему, озвучивая её, переводя в словесную форму, дети рассказывают сведения. Я хочу сказать, что модели вот эти тоже очень важны, потому что если просто сказать «расскажи всё о звуках», ну вы сами понимаете, это сделать довольно сложно, тем более первокласснику. А здесь у него всё, вот логика рассуждения, он считывает, озвучивает иногда, мы говорим даже, озвучивает эту схему. И здесь значок художника, говорит, а сказать нужно так, чтобы было интересно, сказку вспомнили, что может ещё говорить Щёлка, что говорит Емеля и так далее, и так далее. Сказка про Емель, да? Правильно? Продолжение этого уже чуть попозже, видите, да, что опять же развитие речи, художник нарисован, дети рассказывают, как кому-то купили аквариум, какой он и так далее. То есть используют те средства языка, которые помогают, опять же, нарисовать картинку, чтобы было интересно другому слушать. А может быть, захочется и купить такой аквариум, о котором так ярко и красочно рассказал кто-то из учеников. Ну и опять же продолжение этого, опять учёные. То есть вот вы видите, как дети пользуются разными видами речи на уроке. Здесь они рассказывают о буквах по ленте букв, что есть буквы для обозначения гласных, есть буквы для обозначения согласных, а там они рисовали словами. То есть вот таким образом на сопоставлении ребята осознают, что в разных ситуациях, с разной задачей мы говорим по-разному. Решая разные задачи, мы говорим по-разному. В первом классе продолжается работа. Тема нашей речи. Вот хорошая речь мы видим, понятная и вежливая. Дети повторяют, что значит хорошая речь, что значит это завершение мысли. Строим деловую речь, говорим так, а художники рисуют, говорим в разных условиях по-разному. То есть в первом классе систематизируются, как бы, эти знания, обобщаются, уточняются. Просто ещё раз демонстрация того, что между букварём и курсом русского языка тесная связь. Прямые преемственные связи. Всё начинается в букваре, и дальше ниточки тянутся через весь курс русского языка. Ну, здесь нового ничего нет. Это просто подтверждение того, что да. А вот, к сожалению, не без анимации показываем. Вот те слайды, о которых я говорила, что подготовлены к тому уроку, когда вводится понятие речь. Вот очень замечательные картинки подобраны. Вот они обсуждают, они появляются не сразу. Это вы видите уже конечные результаты. Сначала появляется девочка говорящая, стрелочка, к кому она обращается. А слушают её или не слушают? Вот, оказывается, тоже так бывает, но так не должно быть. Собеседник должен слушать, если мы хотим, чтобы общение было правильным. Ну и в завершении вот такая ещё картиночка тоже. Вот здесь уже речь, она да, вот слушает, слушает друг друга. Ну вот, вот примерно разговор о первом направлении. Значит, очень важно учить детей... Где-то мы пролиснули, по-моему, эти советы наши, очень существенные. Значит, учить детей слушать друг друга в методичке, особенно начиная с обучения грамоте и потом в курсе русского языка. Это эпизодически повторяется, неважно. Эпизодически повторяется. Задавайте вопрос, если ребята выступают с каким-то там монологом, то вопрос и к одной стороне, и к говорившему, и к слушающим. К слушающим вопрос. Всё понятно? Удовлетворены? А к говорившему? Ты доволен, как тебя слушали? Тебе помогали? Вот это должно быть... Это элементарная культура общения, культура вот того самого речевого поведения. И это должно проходить через все уроки. Я ещё раз подчёркиваю, отнюдь не только на уроках русского языка. Это должно быть везде. Но просто язык задаёт тон в этом направлении обучения. Ну вот. Второе направление, о котором хотелось говорить, это обучение организации содержания высказывания, работа над предложением и текстом. Это вот преимущественно падает на начало второго класса, ну, середина второго класса, которая, спасибо, кто там с удовольствием, да, нам для тонуса. Для тонуса, да. Погода сегодня очень мрачная, и как-то мы никак не можем себя ещё ввести в должное русло. Вот нам спасибо положительной оценке идут. Так вот, о составлении предложения. Давай перейдём сразу к следующему слайду. Обратите внимание, много нетипичного в построении самого материала в учебниках. Понимаете, трудно очень говорить, я не знаю, мы чаще всего общаемся с теми, кто ещё только знакомится с учебниками, или теми, кто работает. Те, кто уже работает, и многие вещи все понятные. А вот те, кто ещё только знакомятся, ну, вот вы видите, у нас не называется, этот раздел, эта тема не называется предложение, она называется «Выражаем мысли и чувства». А как, это он должен уточнить сам. Он получает ответ, что да, для этого мы строим предложение. Я не буду раскрывать всю технологию работы над предложением. Вот давай сразу следующую. Марина Семеновна, можно одну мысль? Вот когда мы давали предыдущую картинку, там слово. Так вот над словом мы начали работать уже в период обучения грамоти, когда дети разграничивали понятие слова и предмет, который им называется. Поэтому вот они уже понимают, что это не одно и то же. И поэтому слова – это кирпичики для того, чтобы использовать их для выражения своих мыслей. Ну вот, коль уж мы здесь остановились, да. Всё идёт на конкретных ситуациях. Поскольку мы хотим ребёнка научить жизненному пользованию языком, то поэтому мы, как правило, и начинаем всё с какой-то реальной ситуации, а затем мы выходим на то или другое понятие. Вот в данном случае, как мы выходим на предложение, малыш нашёл гвоздь, протягивает маме и говорит «папа». Что он хотел сказать? Вот ребята выражают за него, наверное, он хотел сказать «это папин гвоздь», «это надо отдать папе». Ну и так далее, и так далее. Они формулируют сами, и вот тогда получается предложение. А у малыша было просто слово, за которым стоял целый сгусток мысли. Но это ещё не выраженная мысль. Вот мы и учимся дальше выражать эти мысли. Следующий. Я ухожу от всяких деталей. Я хочу, ну вот мы выходим, кстати, о коммуникативности, умении понимать, что я уже знала, а что я не знала. Вот, например, справа на странице даётся рамка, а задание прочитай, что тебе было знакомо раньше, а чего ты ещё не знала, предложение. Ведь это и есть смысл чтения – вычерпывать нужную информацию. Ведь очень многое отличается от того, как мы привыкли работать. Мы всегда говорили, а теперь новая тема. Дети сели и слушают, и учительница сообщает, что она хочет им сообщить. Нет, ребёнок должен учить, учиться. Вот установка стандартов. Он вычерпывает отсюда сведения. Очень многое он черпает информацию не только из конкретных слов, но и модельно. Вот вам предыдущее занятие. Рассмотри рисунок. Догадайся, какое требование к построению предложений подсказывает. Понятно, что слова должны быть связаны не в любом порядке, а в каком-то в определённом. Вот постепенно, пусть сначала он дозревает, это его постепенное открытие, которое он делает на основе своего опыта. А потом это формулируется и доводится до определённых каких-то положений. Ну и вот подробнее я хотела сказать, следующий слайд, пожалуйста, о том, как мы учим составлению предложений. Вот обратите внимание, справа в красненьких овальчиках есть слова для набора предложений. Ну просто сердце кровью обливается, когда я вижу в учебниках, ну и что греха таить. Иногда и в требованиях это звучит, что детям вот на этом уровне обучения надо давать слова, уже одно задано с большой буквы, в каком порядке должно быть построено, расположить, да ещё в нужной форме. Но неверно это. Ребёнок достаточно уже развит, он пришёл к нам говорящим. Он же как-то уже формулирует свои мысли. Значит, он должен здесь просто до конца осмыслить, что же происходит, что мы делаем. Вот на одном примере покажу. Составить предложение нельзя просто так с налёту. У нас часто звучит «придумайте предложение», о чём-нибудь. Вот посмотрите вокруг и придумайте предложение. Определённая логика действия должна быть. Вот тут три вопроса, на которые надо сначала самому себе ответить. О чём скажу, что скажу и как расставлю слова. Марина Загинова, об этом мы даже уже говорили в период обучения грамоти, когда по картинкам предлагаем детям составить рассказ, учителям, ой, не рассказ, предложение, прошу прощения, тогда мы ребёнку задаём, о чём будем говорить, о что мы скажем. Он видит Мальвину, о чём он будет, о ком говорить, о Мальвине, о что он скажет. А вот что он скажет, уже у каждого мысли может быть разное. Но детальное обучение начинается уже здесь. И вот на что обращаю ваше внимание. Вот вам несколько слов. «Берёзы играли, зайчики солнечные нахуй». Но ведь предложения должны же быть, могут быть абсолютно по-разному построены. Всё зависит от того, о чём я говорю. Если я рассказываю о берёзах и хочу добавить деталь, что на берёзе играли солнечные зайчики, то я именно так и добавлю. Я и скажу, сначала будет на берёзе играли солнечные зайчики. А если я рассказываю о солнечных зайчиках, как они вот так по всей берёзовой роще, так в том числе я добавляю, и тогда это будет построено по-другому. Солнечные зайчики играли на берёзе. Так вот этому детей и надо учить. Нельзя приучать к шаблону. Всё зависит от контекста. И в каждом конкретном случае предложения могут быть построены из одних и тех же слов по-разному. Поэтому задавать детям надо не порядок слов в предложении, а контекст, под который они, развивая свою интуицию, будут, они способны это делать. Они в жизни уже давно это делают. И нельзя их держать на той манной каше, с которой они пришли. Надо продвигать их вперёд. Поэтому мы целенаправленно во втором классе занимаемся построением предложения именно с учётом контекста. И эта мысль будет дальше продолжена. Покажи следующий слайд, по-моему. Ну, сейчас через один будет следующий, как мы к этой мысли вернёмся в четвёртом классе. В четвёртом классе уже мы составляем не отдельное предложение, а предложение внутри текста. Опять простенький вариант. Угол стоять чемодан в... Казалось бы, в углу стоял чемодан. Но построите по-разному. Вот вам дано два контекста. И предложение из одних и тех же слов будет построено по-разному. Я оглядел комнату в поисках чемодана. Чемодан стоял в углу. Естественно, мы начинаем от того, о чём уже известно, и добавляем что-то новое. А вот второй контекст. Я вошёл и сразу понял, что идут сборы в дорогу. У двери лежали сумки. А дальше что? В углу стоял чемодан. Вот это и есть развитие речи ребёнка. Развитие его интуиции. Дело не в том, чтобы состыковать 4-5 слов в единое целое. А в том, чтобы выразить мысль. И учить надо именно этому. Ну а для этого и технология обучения должна быть разной. Секундочку, вернёмся. И вот здесь просто привлекаю ваше внимание, что вот время от времени, особенно в третьем и в четвёртом классе, когда идёт уже знакомство с предложением, синтаксис и так далее, вот эта мысль очень часто идёт. Наш язык очень богат. Но мало это навязывать ребятам эту мысль. Во-первых, надо, чтобы они в этом убедились. А во-вторых, самое главное, ведь во имя чего тут даётся? Он научился разбирать предложения по членам. Находить подлежащее и сказуемое. Прекрасно. А мы его подсовываем. Особенно красиво в поле, в лесу. Найди подлежащее и сказуемое. А он уже владеет способом, как найти подлежащее. Надо спросить, кто или что, что делает. Вот, между прочим, с этим дидактическим материалом учителя всегда задают вопрос. Зачем вы даёте такое предложение трудное? Они не могут найти в нём подлежащее и сказуемое. Но дело, вот и задача-то заключается в том, чтобы он именно столкнулся с тем, что есть такие предложения, где он пока не может находить подлежащее и сказуемое. И прочитайте то, что на этой странице сказано. Но пока о строении предложения ты знаешь мало. Вот почему многим предложениям ты ещё не можешь дать характеристику. Со временем узнаешь больше. Наблюдай. А вот полностью разбирать мы будем пока только некоторые. Вот это и есть то, о чём психологи говорят. Ситуация открытого незнания. Он сам выбирает, могу или не могу. Сплошь и рядом дальше будет задание. Где можешь, укажи главные члены. Звук пропал, да. Но, к сожалению, помочь не можем. Почему звук пропал? Там смотрят. Так что вот вопрос в том, чтобы вот это и есть развитие ребёнка. Понимаете, проблемы для учителя состоят в том, что надо немножко, учебник требует, поменять взгляд на обучение. Поменять взгляд на процесс обучения. Наша задача не просто дать знания, а дать путь к приобретению этих знаний. И в том числе учить разграничения, что я знаю, что я не знаю. Да, я не всё знаю. Вот такие вот рамочки, что мы далеко не всё ещё можем, поэтому пока и не будем. Но замечать мы будем всё, что есть в языке. Так что вот это детали относительно, ну, в данном случае разбора предложений. Мы во всём помогаем. Мы учебник, соответственно, построен. Вот почему я и говорю о том, что немножко другого подхода, взгляда, мышления учительского требует. Мы даём не от сих и до сих, а сознательно даём материал. Вот обратите внимание, 450 задания, последняя фраза. Там, где удастся, подчеркни главные члены. А ещё интересное задание. Теперь запиши то предложение, в котором главные члены ты пока найти не можешь. То есть когда он проглядывал и прочитывал все предложения, он нашёл те, где подлежащие сказуемые легко вычленяются. А вот где ты не можешь, он именно это предложение ещё раз и выписывает, не ещё раз, а выписывает, для того, чтобы убедиться, что вот, оказывается, как бывает, а вот такие предложения мы ещё не изучаем. Тут очень важно обогащать речь. Понимаете, когда мы в своё время, да и по сегодняшний день мы говорим, занимаемся развитием речи, а при этом детям говорим, только используя только те слова, которые точно знаешь, предложения, которые вот только там можешь. Так какое же это развитие речи? Объяснить он про них не может, но использовать может, потому что он их видел, он их читал, и обогащение опыта речевого должно происходить за счёт вот дидактического материала учебника. Мы когда-то пытались даже просчитывать, посмотрели, да, со звуком проблемы? Нет, там есть. Сейчас я напишу. Мы когда-то даже просчитывали, что, ну скажем, в учебниках, ну в своё время Тамары Григорьевны Рамзаевой очень важную роль сыграли эти учебники, всё было прекрасно. Но не приходило тогда это в голову, что обогащение речи детей может идти за счёт дидактического материала. Вот тогда и считали, что всё должно быть на уровне того, что ребёнок сам понимает и знает. Так вот мы когда-то просчитывали, ни одного безличного, ни одного там неопределённо личного предложения. Так простите, а откуда это в речи возьмётся? Вот мы пошли по другому пути. Мы многое даём, и мы детей учим распознавать. Вот тут я знаю, как устроено, а вот тут пока не знаю. Но узнаю позже. Да, ну говорит-то, может быть, он и говорит эти предложения, но никогда не осознаёт о том, что он о них чего-то не знает. Это было сказано уже о предложении в тексте. Это возвращаемся к этой же мысли. Ну, здесь всё сказано. Я не буду открывать этих закономерностей. Да, это закон научный, построено это на основе теории актуального членения предложения. Просто в очень адаптированном виде мы доносим это до детей. Ну, собственно говоря, методика и должна вбирать в себя всё то, что есть в лингвистике и в адаптированном простом виде доносить это до детей, до обогащения их опыта и практики. Ну, чтобы они понимали, конечно. Чтобы они понимали. Значит, ну, вот к тому же, к возвращению, к составлению предложений. Вот вы видите, ну, вот слева это хороший очень фрагмент маленький, об истоках Волги. Так вот, мы делаем очень просто. Текст, а внутри текста одно предложение, ну, как мы говорим, рассыпается на слова. И мы просим детей собрать это предложение. Ну, вот, когда вы попробуете, на всякий случай, ну, не пугайтесь, в методичках всегда всё подсказывается. Закон единый. Вот, среди памятных мест России известно одно не очень приметное. В лесу, в Ложбинке есть родник. Так вот, закон такой, отталкиваемся от того, что сказано, и мысль двигается дальше. Из этого родника вытекает маленький ручеёк. Вот развитие мысли, которому мы детей учим. Это не для теории, а только для обогащения их практики. Ну, что-то с пониманием. Я была на этих уроках несколько раз. Ни один ребёнок не выбрал другой порядок слов. То есть интуиция и знание о том, как строится и продвигается мысль на предыдущих страничках, было показывать ребёнку, это помогает выполнить задание. Но и значимость его поднимает, когда он говорит, и у автора, например, так же, как мы сейчас с вами построили предложение. Вот так что. Ну, вот некоторые просто штрихи. Вот что мы вкладываем, говоря о построении, обучении построения предложения. Вы видите, что это не просто синтаксическая работа, а это работа, которая напрямую имеет отношение к речи, к развитию речи, к выражению мысли, к развитию этой мысли в тексте и так далее. Идём дальше. Обучение построению текстов. Ну, об этом уже немножечко сказано было, но отталкиваемся мы от того, что ребёнка сталкиваем с ситуацией, что одного предложения бывает мало. И используем вот из Незнайки такие предложения. В одном сказочном каратошке жили коротышки. Ты ждёшь продолжение мысли? Конечно, хочется узнать, кто это коротышки, что это. Если ждёшь, то о чём хотелось бы узнать? То есть вот опять продолжение того, что мы начали уже отрабатывать раньше. О чём должно быть предложение сказано? Что нужно понять? И какие средства языка используются для этого? Дальше. Подумай, может ли следующее предложение быть, например, таким. В особенности Незнайка прославился после одной истории. То есть опять интуиция и понимание смысла каждого предложения, продвижение мысли помогает ребёнку ответить на эти вопросы. И эта работа очень хорошо делается на практическом уровне в тетрадочках. Я тетради тут не делала, не показывала, по-моему, их в тетради. Поэтому они наблюдают и решают. Сейчас там есть пример из презентации. А, может быть. Решите, предложение продолжает мысль или нет. И вот так они приходят к выводу. Да, да, да. Это тоже есть у нас в электронном сопровождении к учебникам, когда они одно предложение, другое пытаются. Появляется первая, потом открывается вторая. И вот они появляются связи. Связь одна, другая. Почему? Потому что коротышки. Коротышками их назвали, потому что они были очень маленькие. Каждый был с небольшой огурец. Так развивается мысль от предложения к предложению с добавлением новой информации. Которая располагается в выставательной речи в конце предложения. Об этом тоже были на страничках вот сейчас материалы. Поэтому вы это сами еще посмотрите. Вот. Дальше, опять же, говоря о тексте. Мы говорим, что в тексте не просто предложение можно поставить в любое место. И для этого на урок просим учителя принести пирамидку. Рассыпав ее, собираем как попало. Вот так и в тексте бывает. Если соберешь предложение как попало, не в нужной последовательности, то не получится выразить то, о чем хотел сказать и что хотел сказать. То есть вот такая ассоциативная связь с пирамидкой помогает ребенку осознать, что последовательность предложений в тексте очень важна. Для этого нужно опять думать. И вот много разных заданий, которые дети выполняют. Это в тетрадочках с печатной основой. Про что хочу сказать. Ну, вечно идут дискуссии. По-разному бывает в разных учебниках. Этот вопрос решается. Ну, спасибо Тамаре Григорьевне Рамзаевой. Уже давным-давно она поняла, что без темы текст нельзя. И она впервые ввела эту тему в учебники, в школьные учебники. Но Тамара Григорьевна тогда понимала, что ввести текст, понятие текст, и не ввести понятие тема и главная мысль, конечно, нельзя. Но вот продолжается и по сегодняшний день та же логика. Ну, два понятия. Ну, два понятия трудно. Давайте мы их введём по ВРОС. Давайте мы сначала введём вот тему, а через год введём главную мысль. И сегодня во многих случаях, ну, вот такая тенденция прослеживается. Мы исповедуем другое. Это настолько близкие понятия, что освоить их отдельно друг от друга трудно ребёнку гораздо легче иметь рядом и сразу их сравнивать, определять то и другое. Поэтому мы, ну, в отличие от многих авторов, мы вводим сразу. Вот вводя понятие текст, мы сейчас же вводим эти понятия тема и главная мысль. Да, конечно, мы просто работаем на таких текстах, где главная мысль отчётливо выражена, где можно найти конкретное предложение, в котором она выражена. Но вот это для нас очень существенно, потому что, ну, есть закон психологии, то, что дети могут путать и смешивать, правильнее давать вместе, всё время в сопоставлении. Вот это очень часто не учитывается. Поэтому мы не разводим, и мы сразу во втором классе вводим и то, и другое. Тема и главная мысль. Другое дело, что это идёт для знакомства. Это не значит... Это постепенно формируется, да, на достаточно простых текстах. То, о чём, и то, что. Хотел сказать автор. Надо заметить, что эти вопросы уже были давно-давно введены в работу. А чём и что? Здесь нам только нужно ввести термины. Тема и основная мысль, главная мысль. И ещё одна связь. Вот мы не случайно пользуемся одними и теми же вопросами. Вспомните, что мы говорили о предложении. О чём говорится в предложении и что хочешь сказать. Но, пожалуйста, запомните, мы в методичке это несколько раз подчёркиваем и жирным шрифтом выделяем. Этот разговор никакого отношения не имеет к подлежащему и сказуемому. Это всё смысловые вещи. О подлежащем и сказуемом это отдельный разговор. Это в третьем. Потому мы вот это даём во втором классе. А про подлежащий и сказуемый разговор пойдёт только в третьем классе. После того, как дети узнают, познакомятся с падежами, когда мы сможем говорить уже про именительный падеж. И никаких там, о ком говорится и что говорится, применительно к падежам в нашем учебнике, к подлежащему и сказуемому в нашем учебнике не будет. Я мельком упомянула, но просто чтобы сразу уже не томить вас, скажу, про подлежащие и сказуемые будет совершенно другой способ. Кто или что, что делает? Вот два вопроса, которые приблизительно, ну, как мы ребёнку в учебнике говорим, вам в ответ на эти вопросы, они только покажутся. А теперь уточните, это кто или что. Что делает? Или, может быть, что делал, что сделал? И так далее. Но богатство нашего языка не позволяет к одному варианту свести. Так вот, на этом этапе работы над и предложением, и текстом. Забудьте про подлежащие и сказуемые. Пусть это вы про это знаете, и вам это мешает. Дети белой лист бумаги. Мы говорим про смысловые вещи. Дойдём до третьего класса, там будет совершенно другой формальный подход, и формально это из другой области. И поэтому вам одно другому мешать не будет. Эти вещи все продуманы. Уже сколько лет, слава богу, учебник 2000-х годов существует. Это как раз вот эти все вопросы всегда учителями очень хорошо оценивались, что хорошо идёт работа и над смысловой стороной предложений из текстов, и над вычленением членов предложения. Ну, эта тема завершает всё, что мы изучили на предыдущих уроках, и она очень важна для практического применения. Как же сделать текст хорошим? Здесь мы используем опять задание такого порядка, когда дети исправляют, потому что чужие ошибки исправить проще, и потом уже, естественно, составляют и сами свои тексты. Так вот, как сделать текст хорошим? Вот ответ на вопрос на 127-й страничке, мы сразу видим требования к хорошему тексту. Тема, понятно, должна, ясна главная мысль, что хотел сказать автор, что говорит он. И каждое предложение вносит что-то новое, добавляет, объясняет, уточняет. То есть, другими словами, всё, что мы делали на предыдущих уроках, здесь обобщается и сводится воедино, чтобы дети могли эти требования к тексту и использовать при корректировке чужих ошибок и недостатков, и при составлении собственных текстов. Ну и последнее, четвёртое требование к тексту, что все предложения должны быть расположены в определённой последовательности. То есть, вот таким образом, в задании «Сверть свой вывод с нашим» ребёнок уточняет, что ещё и четвёртое требование к текстам должно выполняться. Есть что добавить? Нет? Ну, корректор, редактор я уже не говорю, потому что исправляет ошибки корректор, а редактор улучшает его с точки зрения не используя средства языка. Да, мы колебались, вводить эти термины или не вводить. Но потом решили, ну а почему нет? Ну это же не для выучивания, это не для... Но зато повышает их значимость. Да, я работал редактором, я работаю корректором. И знает, что делает. При этом знает, что делает. Ну, помимо того, что он знает, какие требования нужно к тексту выполнять, мы ещё подсказываем ему, как улучшать текст, исправлять так. Вот даём возможности исправления. Лишние слова нужно брать в вертикальные чёрточки, вставлять, которые нужно галочкой, поменять последовательность, используя цифры. Поэтому вот это тоже важно. Мы такие рамки помощи всегда показываем ребёнку, потому что действительно на первых порах ребёнок не знает, как вообще исправлять-то ту или иную погрешность. Ну и вот тут в связи с этим существенно. Почему-то у нас стало привычным, что главная особенность и требование к любой работе ребёнка в начальной школе должно быть, что она без исправлений, без ошибок, без исправлений идеальная. Ну слушайте, но это же невозможно. Если он уже всё это умеет на этапе второго класса, тогда что ему дальше учиться? Вопрос в том, чтобы все исправления были аккуратными. Вот это надо добиваться. Мы сегодня начали с того, что аккуратность – это уважение к тому, кто будет читать. Сделай свой текст, понятно. Иногда возникает, а пусть пишут на черновике. Любой опытный учитель знает, что тогда на черновике будет лучше, чем потом на чистовике, потому что он просто устал, ему надоело, и в чистовике будет ещё больше ошибок, будет больше всяких несуразностей, чем было в черновике. И потом не надо к этому приучать. Он каждый раз делает на максимуме своих возможностей. Поэтому для того мы и даём вот эти исправления. Поэтому, ну да, конечно, учителю вот вставляет то, что недостаёт. Вот читая, обнаружил, ах, пропустил важное, нужное предложение. Как быть? Вы хорошо знаете, если он начнёт вписывать, ну, одно слово, он может вписать между строчками. Но вписать целое предложение между строчками, вы прекрасно понимаете, что из этого выйдет. Значит, что надо делать? Поставил галочку в нужном месте текста, поставил галочку внизу под текстом, и в это место вписал. Создайте все условия для его благополучной, комфортной работы. И он будет постепенно всё это выполнять. Поэтому исправляться должно в самой этой работе. Независимо от того, чужая это работа или своя. Ну, или это взаимопроверка какая-то. Ну, ещё хотела бы добавить вот об озаглавливании. Потому что, опять же, вы видите, чтобы озаглавить текст, надо прежде всего ответить на те же вопросы. О чём или о ком говорится, или что, главное, передаёт автор. Очень часто бывает, учителя говорят, что вот, ну, например, текст озаглавили Саша и Маша, а второй ребёнок озаглавил Шалуны. Какой тебе заголовок лучше? Учитель говорит Шалуны. Понятно, что он хочет, чтобы было отношение к мальчикам, этим выражено в заголовке. Но вообще, по сути, и тот, и другой заголовок правильно придуман. Только они придуманы с разных точек зрения. Поэтому, когда мы проводим эту работу, мы должны обязательно понимать и давать установку. Ты какой заголовок будешь придумывать? Отвечая на какой вопрос? О чём? А ты? Могут быть реакции, что ли? Либо мы даем установку. Либо сами. Придумайте заголовок так, чтобы... Вот мы сейчас будем говорить на памятках. На памятках, да. Так, чтобы было понятно, о чём хотел сказать автор. Или мы даём установку, или учитель даёт установку. Но это надо иметь в виду ещё на уроках чтения, где очень часто мы используем этот вид задания – заглавить. Итак, перед нами памятки. Вот видите, памятка. Как обдумывать свой текст? Опять нового для вас уже ничего здесь не будет. Определить тему, главную мысль, содержание и порядок предложений. То есть требования, которые мы с вами обсуждали, они в памятке также отражены. Как озаглавить текст? Вот, пожалуйста, способ действия для озаглавливания текста. Уточни, о ком говорится в тексте, что главное передаёт автор. Либо так, либо так. Либо два заголовка. Такой возможен вариант в четвёртом классе, что можно... Ну, либо заголовок может отражать и то, и другое. Ну, вот видите, о чём говорила Марина Сергеевна. Постарайтесь придумать такой заголовок, чтобы точно передать тему, ну, или главную мысль текста. То есть либо то, либо другое. Памятка «Редактор» – это вот то, что мы говорим, что исправить с точки зрения речи, понятно ли тема, главная мысль, порядок, начало, конец текста и правильно ли точно выражены мысли. Ну, и исправление. То есть то, о чём мы сейчас сказали в этих памятках, мы видим подтверждение всему и обобщение, чем может ребёнок пользоваться. Если забыл, то он может обратиться к памятке. Значит, вот о памятках я как раз и хотела именно это сказать, что это реальный, конкретный инструмент. Всё это осваивается, и они есть на страницах учебника, но потом они выносятся на справочные страницы. И в тексте, когда мы даём там «обдумай, напиши», будет встречаться памятка, там «Т» – это текст, или памятка с буквой «Р» – на страницах учебника, будет стоять памятка «Р». Значит, надо тебе обратиться к памятке «Р». Не надо, может действовать так. Вот я хотела ещё раз вернуться к этому вопросу, как озаглавить текст. Ведь это очень распространённое задание. Боже мой, сколько мы всего этого наблюдали на уроках. Сколько бывает… Ну вот вспомните свой опыт, как выглядит работа. Придумайте заголовок к тексту. «Вася у тебя какой?» «Таня у тебя какой?» «Петя у тебя какой?» «Три, пять, шесть» выслушали. А потом варианты бывают разные. Ну какой запишем? «Танин». Все записали «Танин». Или вариант, который я, наверное, видела не раз на уроках. Ну, а теперь запишем мой заголовок. И учительница говорит, что надо записать. Чему учили? Вот поймите, ничему. Обучение при любом выполнении какого-то действия, если понятны критерии. Вот почему этот наш «Как озаглавить текст?» Почему основная установка, вот она здесь и написана. «Придумай такой заголовок, чтобы...» Вот не должно быть просто «Придумай заголовок». А «Бы кто во что гораст». Кто чуднее, кто хитрее, кто длиннее, кто короче, кто как. Критерий должен быть. Только тогда есть обучение. И когда выбирается, чей выберем, там, Танин, то почему? Прежде всего, какой точнее передает. Вот потом может вступать в силу, а потому что Танин короче, а вот у Пети тоже хороший, но он слишком длинный. Еще какие-то могут быть варианты. Вот только тогда идет обучение. И мы этим довольно много занимаемся. Причем вы же понимаете, что это не только в этой теме. Вы даете диктант, оставили одну строчку для заголовка, а потом дали задание о заглаве текста. Вот вам контрольным, может быть, может быть, не контрольным, может быть, учительным, а может быть и контрольным, речевое задание, но это если вы при этом учили. Но при этом вы должны быть уверены, что ребенок понимает, как действовать. На каждом вебинаре, про что бы мы ни говорили, мы всегда подчеркиваем, главное в обучении – это способ действия. Ребенок должен не абы как-нибудь чего-нибудь, куда-нибудь приткнуть и что-то сделать. Он должен понимать, как действовать. Вот тогда это обучение, которое соединяется с развитием и воспитанием, потому что он при этом приобретает удовлетворение, либо какие-то критические замечания по отношению к себе появляются. Так что это вот очень существенно. Ну и вот последнее, еще раз говорю, можно ли ставить пять за работу, в которой есть исправление. Убеждена, что можно, если выполнены все эти условия. Это абсолютно абсурдное требование к начальным классам без исправления. Так быть не должно. Исправление – это совершенствование, это обучение. И это идет процесс обучения. Поэтому, да, опять, и даже за диктант, уж попутно затрагиваю, если это орфографическая ошибка исправлена, он сам исправил. Умница! Я для чего тебя учу? Именно для того, чтобы ты, ну не сумел на первом шаге, но ты зато на втором шаге сумел найти эту ошибку и исправить. Вот тут не надо переоценивать и недооценивать возможности детей. Да, очень часто дети боятся исправить, именно потому, что они даже не ищут возможности исправления, потому что знают, что за исправление будет снижена отметка. Вот этого не должно быть. Понимаете, это может быть предметы, я не знаю, как поставлено дело в школах, но это вопросы для обсуждения на методических объединениях. Просто если дается, что нельзя исправлять, и за исправление снижается отметка, так будьте последовательными. А зачем вы тогда произносите, проверяйте? Какой смысл проверять, если мне все равно все снизят? Поэтому, ну будьте разумны в этом. Все должно быть поставлено на процесс обучения ребенку и накопление им вот этого положительного опыта. Если вдруг, ну, ну, закалякал, плохо сделал, вы можете снизить отметку, но ребенку должно быть понятно, что отметка ему снижена не за факт исправления, а за то, что он это сделал неаккуратно. Так что, вот это все вопросы для обсуждения на методических объединениях. Ну и движемся дальше. Ну, об этом мы уже сказали, что вводятся все типы речи, повествуем, описываем, оцениваем, рассуждаем. Ну, оцениваем, наверное, тоже связано с опытом работы, с опытом накопления опыта, потому что очень часто мы просим ребенка завершить свое высказывание, свой текст оценочной фразой, но при этом что это такое, как это делать, не даем и не расширяем речевой опыт ребенка. Вот здесь за счет разных, опять же, текстов ребята приобретают этот опыт и знают, как можно дать последнюю фразу. Хорошо зимой, кроме хорошо зимой, хорошо весной или красивой зимой, летом и осенью. Вот больше у начальной школы, в общем-то, оценочных фраз не бывает из опыта работы. Могу сказать, что это было действительно для меня тоже сложно. А когда работаешь на разнообразном дидактическом материале, дети накапливают опыт и уже сами вот эту вот именно оценку формулируют довольно широко, разнообразно и интересно. Ну, а повествуем, описываем, рассуждаем. Я думаю, что здесь много говорить не надо. Да, эти все понятия и типы. Да, это все понятно. Они вводятся всегда для того, чтобы ребята уже строили текст в соответствии с типом речи. Вот отличие наше именно это. Наличие предложений с оценкой какой-то. Ну, работа по культуре речи. Третье направление. Третье наше направление. Значит, формирование речевого поведения. Это касается и устной, и письменной речи, как вы поняли. Работа над содержанием высказывания касается и устной, и письменной речи. Ну, в большей мере, конечно, мы это делаем. Применительно к письменной речи, потому что она может быть зафиксирована. Ну, и вот работа по культуре речи. Это обучение формулированию мыслей. Здесь свои. Вот работа над правильностью, точностью, богатством и выразительностью речи. Сюда входит приобщение к использованию толкового словаря, постоянно приучая, нельзя пользоваться словом, если значение его-то не до конца понимаешь. Где-то мы даём смешные эти ситуации. Износово, где как легко попасть в смешное положение, если ты пользуешься словами, которые ты не знаешь. Это закон. Ну, кстати, вы знаете, что сейчас уже во всех контрольных работах, которые присылаются, одно из требований – умение найти в тексте слова, значения которых ты не понимаешь. Поэтому на это надо обращать серьёзное внимание. Не буду больше здесь комментировать. Правильность речи, лексическое правильность. Вот работа над орфоэпическими нормами. Мы пока не пользуемся словом орфоэпия. Вот названо всё, как названо. Но это с 1 по 4 класс непрерывно в практической работе. Нет никакого раздела. Но везде, где этот материал встречается, мы привлекаем внимание и над этим работаем. В том числе все вопросы произношения. Тоже не буду привлекать внимание. Это вот из... Это в данном случае из 1 класса, но это потом переходит во все другие классы, только понемножку расширяясь и дополняя. Обратите внимание на ударение. Сегодня это тоже задание для проверочных работ. Про постановку. Ну, едва ли про чередование звуков, а вот ударение совершенно точно. Причём надо заметить, что в проверочных работах оно раздают такие слова, которые в программу и не входили, и никогда не используются детьми в речевой практике. Ну, как правило, всегда везде всё-таки значится. В пределах материала учебника. Должно быть. Должно быть. А в контрольных, к сожалению, идём дальше. Ну, это тоже про... Третий класс тоже то же самое, то же самое, шире и больше материала. Значит, вот о чём хочу сказать отдельно. С третьего класса у нас появляется, в третьем появляется один словарь, какого рода и числа слова. В четвёртом классе появится другой словарь, как правильно изменить слово. Дело всё в том, что очень многие детские ошибки связаны с отсутствием просто общей культуры в семье. Ну, я вот... Простой пример, я люблю приводить его как-то летом в электричке. Маленькая девчушечка едет с мамой, как на грех игрушка-мышка. И мама ей вот за те 15 минут, которые мы вместе ехали, она ей несколько раз призывала, «Ну, ты мыша-то возьми! Куда мыша положила?» Вот придёт этот ребёночек к вам в третий класс изучать тему «Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных». Как он этого мыша писать будет? Он в полной уверенности, что мышь мужского рода. Откуда ему знать, если дома мама и все остальные говорят так? Дальше начинают проверочные работы все в третьем классе после изучения темы «Мягкий знак» после шипящих в именах насыщать словами «глушь», «тишь» и так далее. Нет в его опыте этих слов. Откуда он знает, глушь – это он или она? Вот очень многие вопросы, даже правильности письма уходят в культуру речи. Ну, вот вам понятно тогда наличие этого словаря. Единственное, что в третьем классе, да, вот он специфичный, зелёненький вопросительный знак, он вводится в рамках этой темы, когда «Мягкий знак после шипящих». Просто что я тебе не скажу, писать или не писать «Мягкий знак», я подскажу тебе только род. Ну, а в четвёртом классе мы уже даём это обычно. И это обязательно для работы. У нас выделяются темы прямо для работы над родом и числом. имён существительных. Это обязательная тема в уроке. И это повышение культуры речи. Есть, ну вот, преимущественно приведённый весь этот перечень, ну, то, что дети должны знать. И очень важно, чтобы они в семью несли эту культуру речи. Да, но дети очень восприимчивы к этому вопросу. Они часто говорят, «А я маме сказал, что нельзя так говорить. Мама поняла меня или не поняла». Тут уже зависит от того, Ну, вот тут только работайте, во-первых, с детьми, чтобы они тактично исправлялись, а с родителями, ну, чтобы они принимали эту информацию. Они вовсе не истинно в последней инстанции. По многим вопросам ребёнок из школы приносит те знания, которые раньше взрослые в школе не получали. Ну, и вот в четвёртом классе другой делов, местов. Вы все хорошо знаете эти ошибки. Так вот, у нас это обязательно включено в программу, мы над этим работаем. Есть прямо темы, учимся правильной речи. И есть словарь, которым ребята тоже пользуются. Это не надо просто выучивать. Три-четыре обращения к словарю, и они это запоминают. Это должно запоминаться непроизвольно. Ну, вот, да. Нет, обобщение. Вот обобщающие такое задание, 618-е. Вспомни некоторые из тех секретов русского языка, которые связаны с правильностью речи. И вот подсказочки голубые на голубых плашках, страницы, к которым они могут обратиться. Классические детские ошибки на лбе. Это всё уходит в историю языка. Действительно у нас язык вовсе не такой простой. И это не ребёнок. Ребёнок прямолинейно мыслит. А в языке много извива всяких. И поэтому знакомство с такими вещами должно составлять какую-то часть, занимать время на наших уроках. Идём дальше. Это то, о чём я уже говорила. Поговорим о значении слов. Попутно мы ещё знакомим здесь детей с тем, как в словарях некоторые значения подаются. Почему-то у одних слов одно значение, а у некоторых несколько. Вот на этом фоне мы знакомим с понятием многозначные слова. Это просто расширение представлений о самом языке, о богатстве и разнообразии нашего языка. Специальные темы со второго класса и во втором, и в третьем, и в четвёртом. Вот просто раньше это, как правило, бывало через дидактический материал. Мы сейчас выделяем темы, прямо как сказать лучше. Это работа над точностью, богатством и выразительностью речи. Это касается и использования приставок, суффиксов, и лексической работы. Как правило, после какой-то грамматической или орфографической работы идут вот эти речевые уроки, которые дают возможность закреплять орфографию или грамматику и совершенствовать речевые умения детей. Ну, особо тут нечего сказать. Привлекаю внимание, вот уже показывалась страничка, и не раз это уже было, где мы, может быть, сейчас ещё раз где-то будет, я не помню, да, где мы показываем, как богатый, красив наш язык, но главное, что это не назиданием даётся, а даётся такое обобщение после многих всяких наблюдений. Ну, здесь то же самое, правильный и точно. Правильный и точно, да. И, соответственно, везде, где мы учим использование слов, слов, мы учим именно конкретному выбору. Очень много этого есть в связи с глаголом. Это есть и в третьем классе, это есть и в четвёртом классе. Но даже... В третьем пользовании временами глагольными. Даже тема сама по себе уже заявляет о том, что дети будут пользоваться глаголами, понимая важность их в создании текстов, там, повествования, в частности. Самый распространённый тип речи у детей – это, естественно, повествование, рассказ о действиях. Но ведь о действиях можно рассказывать по-разному. И вот обучение детей использованию временных форм, в частности, настоящего, вместо прошедшего для того, чтобы сделать действие таким видимым, изобразительным, это занимает, да, как будто сейчас происходит на твоих глазах. Довольно много этих сопоставлений. Ну вот мы много пользуемся. Отрывочки из Ю-Ю. Куприна. Да, Куприна. Наблюдая над использованием глаголов. Причём и лексически, и глагольных форм. В частности, временных форм. Дальше. Ну вот одно из заданий в четвёртом классе на редактирование, где это реальные детские работы, где четвероплассники... Куприна. Да, вот это вот как богатый. Когда дети выбирают. Ну я не буду сейчас комментировать, мне просто на это время жалко. Но вы найдёте. Вот задание из четвёртого класса, где через методические рекомендации мы вам помогаем провести с детьми это сопоставление, как удалось улучшить. Ну вот простая вещь. Однажды собрался ловить рыбу, я перешёл в болото и сел под деревом. Я просидел часа два, рыба так и не клевала. Можно? Можно. А вот другой вариант. Я перешёл в болото и сел под деревом. Сижу час, другой, а рыба не клюёт. Мысль та же самая, выражена по-другому. В каком случае мы лучше видим? Конечно, во втором. А за счёт чего? За счёт чего. В настоящее время. Вот мы эти наблюдения делаем с детьми и, соответственно, подталкиваем их к более разнообразному использованию формы. Ну и вот теперь мы подходим к тому, с чего я начала, что вообще-то развитие речи это не просто изложение сочинений. Ну вот мне кажется, что когда сейчас мы сказали о тех трёх направлениях работы, то у многих, если вы ещё можете следить за ходом мысли, возникает естественный вопрос. А изложение сочинений – это что такое? Где это направление работы? А нет такого направления? Вот это надо очень хорошо понимать. Изложение сочинений – это просто виды упражнений. Просто они особые. В чём вот заголовок вынесено? Это упражнение комплексного характера. Потому что здесь одновременно идёт работа и над содержанием, и над средствами. Поэтому логика нашего рассуждения такова. По урокам очень много рассыпано самых разных упражнений отдельно для работы над содержанием, отдельно для присписывания, при каких-то других видах работы, наблюдения над средствами языка. А потом вот такой, как слоёный пирог. А потом вот эта прослойка изложения или сочинения, где мы подводим итог и работаем в комплексе над тем и над другим. Вот общая идея подхода к изложениям и сочинениям. Ну вот нарочно мы дали вам наше первое изложение, чтобы вы увидели. Необычно, нетипично мы проводим изложение. Вот сейчас тоже постоянно идёт... В своё время очень много совершенствования работы над изложением внёс Михаил Ростиславович Львов. Он ещё в своё время писал о том, что не нужны пересказы текста, которые бесконечные пересказы текста, которые ребёнок должен письменно пересказать. Не нужны устные пересказы. Ну вот вы оцените свой опыт работы. Что мы, как правило, делаем? Далеко не всегда текст предъявляется для зрительного восприятия. Да, только для зрительного плохо ребёнок должен учиться воспринимать текст на слух. Но только для слухового восприятия без зрительной опоры, на мой взгляд, тоже плохо, потому что нельзя проанализировать текст на слух. Ну попробуйте вытащить какие-то точные слова и выражения, а какое слово использовал автор, а почему это, а не это, а как он ушёл от повторов. Попробуйте это всё обнаружить на слух. Конечно, невозможно. Поэтому мы сторонники того, чтобы... Нет, в этой ситуации просто всё идёт на память. Когда учитель вспомни, что автор сделал. У кого память лучше, тот даст вспоминает. Ну и потом это просто невозможно. Это не обучение просто. Это не осознанное обучение. Поэтому мы сторонники того, что текст должен восприниматься на слух, поначалу. Из него на слух надо вычерпать всё, что возможно. Потом должны открываться тексты, анализироваться и строение, и язык, а потом воспроизводиться по следам этого анализа. Значит, почему сторонники того, что в своё время Михаил Ростиславович говорил, Львов, что тексты не надо три раза пересказывать Вася, Петя, а потом ещё кто-то. Анализом это должно заменяться. Ребёнок должен вобрать в себя всё то, что он увидел в тексте. А затем заново воспроизвести этот текст, стараясь сохранить особенности оригинала. Значит, вот всё то, что вы видите здесь, очень подробно в методических рекомендациях всё прокомментировано. Пока скажу только буквально в нескольких словах. Первое изложение во втором классе. Ну какой тут может быть план? План давать очень трудно. Да, в третьем классе будет план, когда есть уже какие-то части текста. Вот тут мы широко используем то, что именуется ключевыми словами. Только вопрос, что под этим понимать? Вот мы вкладываем в это, это ключевые слова, направляющие развитие мысли в тексте. Вот мы с ребёнком потом перечитываем текст, анализируем его. О ком в первом предложении? О вишенке. Вишенка, вот на доске остаётся эта вишенка. А что об этом говорится? Что он гулял по парку? Что произошло потом? Вдруг он? И что дальше? Вот на доске остаются вот эти связки. Не любой текст для этого годится. Мы специально выбираем тексты, потому что наша задача учить ребёнка развитию мысли в тексте. И вот эти связки одного предложения с другим, они остаются на доске. Вместо плана. А вот ключевое, что есть в каждом предложении, ребёнок должен восстановить сам. Вот тут его свобода. Не надо дословно воспроизводить текст. Мы с самого начала им говорим, не надо дословно, ты постарайся понять и не испортить авторский текст, а восстановить его. Ну да, к сожалению, может к счастью, может к сожалению, не знаю, очень хорошая память, у кого он невольно воспроизводит дословно. Но это не цель, это не задача. А вот осмысленно произнести, поэтому вот эти ключевые слова, направляющие мысли ребёнка, они остаются. Вы знаете, Марина Сергеевна, раньше, да и сейчас, к сожалению, бывает такая ситуация, что ребята боятся изложения, говоря, что я боюсь, что я не запомню. То есть акцент идёт на запоминание. А когда ты провёл такой анализ, языковой анализ и содержательный анализ, у ребёнка ничего не остаётся, как просто написать и всё. Так что есть, вот он, третий класс, более трудные тексты. Текст о словах, это о слове каникулы. Но вы там увидите рассуждение для вас, что, пожалуйста, можно с этим текстом поработать, но дети его пересказывают дома устно, а изложение пишется по другому тексту. Варианты у вас есть разные. Так что, ну вот, в третьем классе, да, составление плана, план, иногда учителя спрашивают, а можно в третьем классе сохранить элементы вот второго, те ключевые слова. Да, конечно. Всё, что идёт на пользу детям. Не натаскивание, а то, что помогает им лучше, ну, пропитаться этим вот текстами, какими-то особенностями. Мы очень тщательно подходим к выбору текстов для изложения. Они нам важны не просто в воспитательном отношении, как когда-то делалось, полезный текст, потому что пусть вот, значит, там что-то усвоят. Нет, нам важно с точки зрения языка, чтобы он впитывал всё то, что мы ему можем предложить. Ну и последнее, это помощь, да. Ну и вот несколько слов о сочинениях. Да, сочинения, мы, как говорят некоторые учителя, в вашем учебнике не пишут. Да. Да. Ну, действительно, мы пишем. Слово сочинения у нас появляется в четвёртом классе, как обобщающие всех жанров, над которыми мы работали до четвёртого класса. Собираем собрание сочинений, в которые входят и записки. Страничку вы видите, где ребята знакомятся с запиской, и начинают писать записки друг к другу. С кулинарными рецептами и так далее, и так далее. Вот сейчас мы посмотрим, какие жанры у нас в первом классе и дальше выявляются. Ну вот пролистаем просто. Да, просто пролистаем. Всё подробно очень. Отписки, телеграммы, да. То есть то, чем пользуются практики ребёнок. Кстати, иногда возникает вопрос, зачем телеграммы? Сегодня уже почти телеграммы не пишут. Телеграмма – блестящий совершенно жанр для детей именно первого класса. Во-первых, учат краткому формулированию мысли, а во-вторых, правописание предлогов. Мы играем. Разверни предложение. Разверни телеграмму в предложение. А теперь предложение сверни до телеграммы. Всё открыто говорится, что в телеграмме платится за каждое слово, поэтому надо очень коротко. Так что вот кулинарный рецепт во втором классе появляется как жанр. Пробуем сочинять загадки тоже во втором классе. Я к чему всё это говорю? Что в жизни сочинения, в общем, мы не пишем как таковые сочинения. Что такое сочинение? Опять вид работы. Правильно? Вид работы. Ну и вот на уроке в четвёртом классе мы это делаем об общении. Вот учимся опять рассказывать о действиях, инструкции составляем. Видите, сколько разных жанров используем для того, чтобы ребёнок мог научить другого делать ёлочную гирлянду, например. Кстати, вот ведь что угодно. Мы с вами оцените. Сколько угодно мы можем всяких сочинений написать, а когда ему надо кому-то другому рассказать, как что-то сделать, он этого сделать не может. Но для тех же мы за это отвечаем. Мы должны учить их разным видам речи. В том числе и вот таким. Научить другого. чему-то. Ну вот мы всем этим и занимаемся. В том числе... Словесные картины учим друг друга. Это художественная речь. Если инструкция, это деловая речь, то здесь художественная речь. Вот опять инструкция, как слепить снеговика. Это работа по картине. Ну вот тут два слова, да, хочу сказать, что немножко тоже нетипично работаем над картинами. Работа по картинам, безусловно, есть. Но нет на переднем плане, на заднем плане, нет искусствоведческого описания. Мы рассматриваем картину как элемент для наблюдения ребёнка. Да, только наблюдение опосредованное. Поэтому все меры принимаются для того, чтобы ребёнок почувствовал себя участником. Ну вот что-то есть прямо в учебнике. Представляешь, как вот щекочет лоб, нос холодный, и жирный. Как они начинают таять, становятся крохотными капельками. Создай. Начать можно. Очень часто даём готовые вот какие-то слова для начала, потому что вы по себе все знаете. Самое трудное – это начать. А начать – это должна быть картина, рисунок. А как это всё свести, что это вот пластов первый снег? Вот это может быть концовка. Всё это нарисовал художник такой-то там-то. Может быть, заголовки отражено. Так что варианты здесь разные. Пути подсказываются. Ну и речевые подсказки, которые, конечно, всегда даются, потому что ребёнок не всегда владеет средствами языка, которые могут либо начать, либо завершить, либо продолжить вот то, что мы говорили. А опять же он может править, он может изменять, исправлять, заменять какие-то слова. Ну и вот теперь давайте следующий. Да, ну есть даже и это, не будем комментировать, это четвёртый класс. У нас по серии картинок. Биттрупы, они в тетради даны эти. Учимся писать рассказы. Так что этот материал есть. Ну и как завершающая... Вот та страничка собрания твоих сочинений в четвёртом классе, когда учителю в методичке даётся совет принести на урок собрание сочинений, там Пушкин, например, посмотреть, какие жанры, какие произведения он писал. И предлагается собрать собрание. Носово приносит. Носово, да. Пушкину очень трудно, там много всего. А носово они больше, честно, знали. Ну что у учителей есть, да, ну можно. У нас нарисован здесь носов, да. Я вот видела на уроке Пушкина приносили. Ну можно. Да. Ну и вот они собрали свои сочинения, собрание своих сочинений, где у них и записки, и письма, и загадки. Некоторые учителя даже делают такие сборнички, где собирают, например, кулинарные рецепты или собирают инструкции. Так что это уже творческое дело каждого учителя. Как можно использовать эти вещи? В подарок можно использовать эти вещи? Понимаете, да. Вот мне, например, я была когда-то в Ульяновске, вскоре после проведения вот этих последних уроков в четвёртом классе, господи, какой же был проведён урок. Ребята собрали... Подсказка есть у нас в методичке, но дальше это вопрос воплощения. Когда ребята собрали свои... Не только рецепты, а самые разные свои работы, и было подарено учительнице для её будущих первоклассников, коллекция вот этих вещей. Понимаете, когда мне после этого задают вопрос, а вот по вашему учебнику предусмотрена тетрадь для творческих работ? Ну вот, мне кажется, что уже всё сказано. Ну какая же тетрадь для творческих работ? Когда эта книжечка делается, да, пусть на листочке, я могу на ней нарисовать, я могу её как-то оформить. Зато можно использовать для выставки, перед родительским собранием вывешиваются все этюды, которые дети рисовали, или все кулинарные рецепты, которые они писали. Это жизнь и работа по развитию речи. Вот я завершаю тем, с чего мы начали. Это общение. И включение детей вот в это жизненное общение. Не для отметки, которая в тетрадь для творческих работ будет поставлена, а это накопление их опыта, речевого общения. Поэтому многое вы можете, мы даём толчок, а дальше вы можете многое здесь вносить, что-то сами, если вы разделяете наш подход и нашу точку зрения. Вот что мы хотели здесь сказать. Недавно была на уроках, где учительница в четвёртом классе, это вот в конец прошлого года, им предложила, когда я был маленьким, рассказать о себе, когда я был маленьким. Четвёртый класс. Но для этого ребёнок обращается к родителям, вспоминает интересные случаи, общается с родителями, для того, чтобы этот интересный случай можно было рассказать и подарить потом кому-то. И они сделали целый сборничек и тоже подарили учителю своему в конце четвёртого класса. Когда я был маленьким. Четвёртый класс. Замечательные. Совершенно разные истории из своих детских воспоминаний вместе с родителями подготовленные сочинения. То есть мы даём только толчок для того, чтобы вы могли двигаться дальше. Ну вот, пожалуй, всё. Мы на этом завершаем наш цикл этого года вебинаров. Мы провели семь вебинаров по самым ключевым темам вот с сентября. по самым ключевым темам программы, воплощённой в наших учебниках. Ну, очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Ну, поскольку декабрь, то всех поздравляем. С наступающим годом. Всем сил, здоровья, всего доброго. Дальнейших наших сотрудничеств, связей. Всего вам доброго. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok